Полиэтиленовая пленка, пластиковые окна, дома и сип-панели, а теперь еще и изготовление комплектующих для ортопедической мебели. В Тюменской исправительной колонии номер 4 освоили новое производство, аналогов которому нет в регионе. Николай Смирнов убедился лично в том, как труд помогает исправиться заключенным. Через несколько минут это бревно превратится в фанеру, а затем в комплектующий для ортопедической мебели. Производство новое, но очень востребованное. В Уральском округе оно единственное. С идеей разместить линию за колючкой пришел тюменский бизнесмен. В колонии для него организовали самые подходящие условия – от помещения до рабочих. Все идут добровольно, желающих очень много, и поэтому мы стараемся по возможности всех обеспечить работой, с трудоустройством, соответственно получением заработной платы и так далее. Заказы уже есть, заказы поступают. Первую партию мы уже отгрузили буквально месяц назад. Поэтому работаем. Разделочный станок, сушилка, гильотина. Вся производственная линия разместилась буквально на нескольких метрах. Сырье привозят с воли, туда же уходит готовая продукция. Итоговая стоимость в разы меньше, чем у конкурентов. Отличительная особенность этого производства – практически все оборудование здесь разработано и собрано собственными руками. Например, вот этот пресс изготавливался в течение четырех месяцев. Здесь под определенной температурой и грузом запекается шпон. А вот параметры этой самой температуры и веса нам не назвали. Коммерческая тайна. Довольны и заключенные. Средняя зарплата на производстве – 170 рублей в день. Часть тех, кто отбывает здесь на Казани, имеют исковые выплаты. Поэтому у многих каждая копейка, заработанная в неволе, идет на погашение долга. Оно и лучше, что работаешь. Время летит. Ну, как бы срок идет лучше. Ну, во-вторых, заработная плата. Хоть какая-то сигарета купить в магазине, сладкая, можно где-то с трав погасить. Как бы вот. Ну, иск у меня есть. Поэтому я на работу вышел, чтобы оплатить. В перспективе возможно и расширение производства. Если поставить еще одну линию, то из ворот цеха будут вывозить не комплектующие, а уже, например, кровати целиком. Николай Смирнов, Александр Изусимов. Тюменское время.